Блаженный Ава Фаласии Краткое сведение об Аве Фаласии Преподобный отец наш Фаласий процветал в первой половине седьмого века и был пресвитером и настоятелем одного монастыря в пустынях ливийских. С любовью к благочестию и блаженной Ава сей соединяла любовь к духовному просвещению и много занимался изучением Святого Писания. Он был современником Святому Максиму-Исповеднику, с которым состоял в духовном общении. Есть к нему несколько писем Святого Максима, и ему посвящена им целая книга, содержащая изъяснение трудных мест Святого Писания. Святый Максим высоко чтил всего Аву. И в одном письме называет его даже своим наставником. Блаженная кончина его последовала, вероятно, не позже 660 года. Предлагаемые четыре сотни изречений его о любви, воздержании и духовной жизни преисполнены назидания. Они все преимущественно нравственно-аскетического содержания, но есть и такие, которые содержат догматические мысли, коими пользовался святый Дамаскин в своем изложении веры. Если читать подряд только начальные буквы из речений по подлиннику, то получится определенная мысль, которая и ставится в начале каждой сотницы. А в Фаласе о любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу сотня первая, коей окростих таков. Духовному брату и возлюбленному господину Павлу Фаласий, по видимости, безмолвник, поистине же торгаш тщеславный. Любовь, всецело к Богу устремленная, связует любящих с Богом и друг с другом. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что неприличествует любви. Под видом любви скрывает лицемерие тот, кто устами благословляет, а сердцем уничижает. Стижавший любовь невозмущенно переносит все печальное и прискорбное, что причиняют ему враги. Одна любовь сочетывает твари с Богом и между собою в единомыслие. Истинную любовь стяжал тот, кто ни подозрений, ни слова не допускает против ближнего. Доста честен пред Богом и людьми, кто ничего не предпринимает, что могло бы расстроить любовь. Нелицемерной любви свойственно на слово «истинное» от совести благие. Под видом благорасположения скрывает зависть, кто передает брату укорные слова от других слышанных. Как телесные добродетели привлекают славу от людей, так духовные — от Бога. Любовь и воздержание очищают душу, ум же — дух, осеивает чистая молитва. Силен тот муж, который деянием и разумом отгоняет зло. Обрел благодатью Бога, кто стяжал бесстрастие и разумение духовное. Если хочешь избавиться от страстных помыслов, стяжи воздержание и любовь к ближнему. Сохрани себя от невоздержания и ненависти, и не встретишь преткновение во время молитвы. Как в помойной яме нельзя найти ароматов, так в злопамятной душе благоухания и любви. Обуздывай мужественно гнев и похоть, и скоро избавишься от худых помыслов. Тщеславие истребляет укрывание добрых дел, а гордость прогоняет никого не уничижения. Тщеславие, свойственные лицемерие и ложь, а гордость и самомнение и зависть. Властелин тот, кто над собой возвластвовал и душу и тело подчинил уму, духу. Искренность друга познается в искушении, когда бывает он общеньком нам в нужде нашей. Заключи чувства посредством безмолвного уединения и подвергай строгому суду помыслы, восстающие в сердце. О печальных оскорблениях помыслы встречай не злопамятно, а к любосластным относись враждебно. Безмолвные уединения, молитва, любовь и воздержание — все четвероконная колесница, возводящая ум на небеса. Изможди плоть пощением и бдением и отгонишь мучительный сластолюбный помысл. Как тает воск от лица огня, так нечистый помысел от страха Божия. Большое зло для разумной души — долго пребывать в срамной страсти. Переноси терпеливо удары печальных и душераздирательных случайностей, ибо таковыми очистить тебя хочет Божие промышления. Бросив имущество и отрекшись от мира, отрекись, наконец, и от худых помыслов. Подобающее уму дело всегда поучатся в словесах Божьих. Как дело Божие управлять миром, так дело души править телом. С какой надеждой сретьем Христа мы, дожиданны не рабствующие плотским сластям? Истребляют похоть, злострадание и печаль, произвольные ли или промыслом посылаемы. Сребролюбие есть пища страстей, по калику оно поддерживает и растит всеобъемлющую самоугодливую похоть. Печаль рождает искудение удовольствия или удовлетворение сластолюбия, удовольствие же сплетено со всякою страстью. Какую меру отмеряешь ты телу своему, соразмерно с той, возмерится тебе и от Бога? Дела божественных судеб бывают воздаянием за дела, содеянные посредством тела. Добродетель и ведение рождают бессмертие, а скудение же их содеянно с матерью смерти. Печаль по Богу отъемлет похоть, похоть и же отъятие есть воскресение души. Бесстрастие есть неподвижность души на худое, но ее невозможно улучить без благодати Христовой. Христос есть спаситель души и тела, и по следующей стопам его освобождается от всего худого. Если хочешь улучить спасение, отреки садплотских сластей и восприми воздержание, любовь и молитву. Бесстрастию свойственно истинное рассуждение, по коему все делается правою мерою. Господь наш и Бог есть Иисус Христос, и ум, последующий Ему, во тьме не пребудет. Собери ум твой и наблюдай за помыслами, и которые найдешь страстными, воюй против них. Есть три источника, из которых получаются помыслы. Чувство, память и полносочие тело. Докучливые же из них те, которые исходят из памяти. Кому дарована премудрость, тот делает сопричастным разумение бесплотных и знает, какое начало мира и какой конец его. Не неради оподавающей деятельности и просветится ум твой, ибо таковым обетовано сокровище сокровенное и невидимое отверзу тебе. Обрел благодать у Бога, кто освободился от страстей, и великой милости сподобился, кто удостоен видения. Ум, освободившийся от страстей, делается святовидным, будучи непрестанно осееваем созерцаниями всего сущего. Свет души — видение, которого, будучи лишен, неразумный во тьме ходит. Неразумный во тьме проводит жизнь, и его объемлет тьма неведения. Любящий Иисуса избавится от зла, и последующий Ему узрит свет истины. Ум, освободившийся от страстей, видит тонкие помышления, и когда бодрствует тело, и когда в сон погружается. Ум, достигший высшей степени чистоты, чувствует себя утесняемым тварями и желает быть вне всего сотворенного. Блажен, кто достиг в беспредельную беспредельность. Достигшим же всего может быть только тот, кто пришел все предельное. Испытывает Словеса Божие, чтущий его, обретает же смысл их истины, любитель. Ум, правотою движимый, находит истину. Движимый же какой-либо страстью не улучит ее. Как в существе своем, недоведом Бог, так и величие неопределим. Какое существо не имеет ни начала, ни конца, то вы премудрость неисследима. Спасение всякой твари и есть все благое о ней промышление, создавшего ее. Поддерживает Господь всех падающих и выставляет всех поверженных долу по милосердию своему. Христос есть Судья живых и мертвых, и всякого деяния праведным с довоздаятелем. И если хочешь начальствовать над душой и телом, то упреждай отсекать причины страстей. Сцепи силы души с добродетелями, и всякое стремление страстей отцепится от них. Стремление похоти обуздывай воздержанием, а стремление гнева — духовной любовью. Безмолвное уединение и молитва — суть самые могущественные орудия добродетели, ибо они, очищая ум, делают его зрительным. Собеседование полезно только духовное, всем же другим предпочитательнее безмолвия. Из пяти видов собеседования три держи, четвертого не учищай, от пятого же воздержись. Безмолвие любит, не имеющий пристрастия ни к чему мирскому. Всех же людей любит, кто не любит ничего человеческого. Учитель истинный есть совесть, которой слушающийся пребывает непреткновен. Тех только одних не обижает совесть, которые или достигли верха добродетелей, или не спали в самую глубь зла. Совершенное бесстрастие порождает чистое помышление, а совершенное ведение ставит предлицение непостижимого. Печалится непохвальную печалью, не улучивши плотских утех. Презревший же их беспечален пребывает. Печаль вообще есть лишение желаемого удовольствия, того ли которое бывает по Богу или того, которое бывает в духе мира. Царствие Божие, доброта и мудрость, коих улучившие жительствует на небесах. Окаянин человек душе тела, а Богу мир делами предпотеши. Равную ко всем любовь стяжал, кто преуспевающему в добре не завидует, а не родящих о том жалеет. Начальствовать по-надлежащему следовало бы тому, кто для души и тела положил законом требования добродетели. Добрый купет духовный есть, кто для будущего равно отрекся и от утех и от прискорбности из жизни сей. Душу укрепляют любовь и воздержание, а ум — дух, молитва чистая и созерцание духовное. Слушай слово полезное, не суди говорящего, чтобы не лишить себя душеспасительной назидательности. Злое сердце злое помышляет, и исправности ближнего превращает в неисправности кривым истолкованием дел его. Не верь помыслу осуждающему ближнего, потому что имеющий злое сокровище злое помышляет. Благое сердце и помышление износит благие, ибо по сокровище его бывает и помышление у него. Блюди помыслы и бегай зла, чтобы не омрачился ум твой и не стал превратно видеть вещи. Помышляй об иудеях и огради себя от дел их, они, будучи ослеплены завистью Господа и Бога, хульно признавали Завильзевула. Злая подозрительность помрачает ум и заставляет его непутное видеть путным. Близ всех добродетелей источаются и страсти. Почему люди страстные и перетолковывают добродетели в страсти? Если ум долго остается в утехе или печали, то скоро очень впадает в страсть уныния. Чистая совесть восторгает душу, нечистый же помысел низвергает ее долу в преисподнюю. В движение приходя, страсти прогоняют тщеславие, а когда их прогонят, оно опять возвращается. Если хочешь избавиться от всех вместе страстей, восприми воздержание, любовь и молитву. Ум, молитвенно пребывающий в Боге, и страстную часть души освобождает от страстей. Бог, дав бытие тварям, промышлением своим, объемлет все их вместе. Будучи владыкою всего, благоволил он саделаться рабом, и тем показал высшую степень промышления своего о тваре. Бог, слово, непреложно воплотившись, через плоть соединился со всею тварью. Дивное чудо на небе и на земле — то, что Бог на земле и человек на небе, чтобы, соединив человеков с ангелами, вместе и всей твари даровать обожение. Освящение и обожение ангелов и человеков есть познание святые и единосущные троицы. Прощение грехов есть освобождение от страстей, от которых не избавившийся благодатью еще не получил прощения. А в Ифаласе сотня вторая, коей о кростях следующий. Молись со мне, братья честнейшие, ибо я великих бед ожидаю, достойно по делам моего произволения, печалей душевных и прискорбностей телесных. Хочешь ли за раз избавиться от страстей? Отрешись от матери страстей самолюбия. Здравие душ, бесстрастие и ведение, и улучшить его невозможно тому, кто порабощен плотским сластям. Иссушают сластолюбие и телесное, и душевное, воздержание с терпением, и любовь с великодушием. Началом порочных страстей для души служит самолюбие. Самолюбие же есть телолюбие или саможаление. Отличительная черта разумности есть подчинять себя уму, и в то же время подчинять себе и порабощать тело. Укор для разумного подчиняться неразумному и помышлять только об удовлетворении срамных похотей. Для души разумной пагубно оставлять создавшего ее и раболепство телу. Тебе повелено тело иметь рабом, а не порабощаться сластям его противоестественно. Разорви узы содружества с телом и не давай всем у рабу ничего, кроме крайне необходимого. Заключи чувства в крепость безмолвного уединения, чтобы они не увлекали ума к свойственным им похотям. Наисильнейшее оружие для безмолвствующего с терпением суть воздержания — любовь, молитва и чтение. Ум не перестает кружиться по предметам плотских сластей, пока, поработив себе плоть, не придастся созерцанием. О соблюдении заповедей подвязаемся, чтобы освободиться от страстей, о хранении божественных догматов, чтобы сподобиться ведению. Безмятежие души от бесстрастия и ведения, и улучить его невозможно порабощенному плотским сластям. Порабощай тело, отсекая его сластолюбные пожелания, и избавишь его от тяжелого рабства им. Свободным создан и на свободу призван будучи, не позволяй себе раболепствовать нечистым страстям. Печалями и утехами, желаниями и страхами привязывают демоны ум к чувственному. Страх Божий удерживает похотение, а печаль побозе отгоняет сластолюбие. Вожделение мудрости презирает страх, а сладость ведения прогоняет печаль. Писание содержит следующие четыре предмета — заповеди, догматы, угрозы и обетования. Останавливают похотение, воздержание и труд, а иссушают безмолвные уединения и божественная любовь. Не уязвляй брата загадочными подозрительными словами, ибо и сам ты, если случится, не перенесешь подобного. Останавливают гнев, великодушие и незлобие, а уничтожают его любовь и сострадание, снисхождение. Кому дано ведение, дан свет умный, но кто, получив, обесчастит его, тот увидит тьму. Соблюдение заповедей рождает бесстрастие, бесстрастие же души блюдет ведение. Переведи чувственное на умное созерцание, и возведешь чувство выше чувственного. Чувственная, видимая жена означает душу деятельную, с которой, сочетоваясь, ум рождает добродетель. Исследование словес Божих научает разуму Божию того, кто взыскивает сего истина благоговейно и ревностно. Что есть свет для зрящих и для зримого, то Бог для мыслящих и для мысленного. Чувственная твердь означает твердь веры, на которой, подобно светилам, сияют все святые. Иерусалим небесный есть в ведении бестелесного, ибо в нем созерцается видение мира. Не неради о деятельной жизни, иначе умалится и ведение, и тогда по причине наставшего через сток глада спустишься в Египет. Свобода духовная, есть освобождение от страстей, чего никто не улучшает без благодати Христовой. Земля обетованная есть в Царстве Небесное, которого достойными нас делают без страсти и ведения. Египет духовный есть омрачение страстей, в которое никто не спускается, если прежде не подпадет к гладу. Наполняй ухо свое духовными словесами, и ум свой отдалишь от нечистых помыслов. Благ и премудр по естеству один Бог, но бывает таковым по причастию и ум, если поревнует о том. Удерживай чрево, сон, гнев и язык, и не приткнешь, а камень ногу твою. Подвязайся полюбить одинаково всякого человека, и за раз отгонишь все страсти. Зрение чувственного — общее уму и чувству. Ведение же умного, духовного, есть принадлежность одного ума. Невозможно уму заняться духовными предметами, если наперед не отсечет склонности к чувствам и к чувственному. Чувство естественно имеет пристрастие к чувственному, и, будучи развлекаемым им, развлекает и ум. Отдай чувство в служении уму, и не давай ему времени развлекать его. Когда случится уму заняться чувственным, предупреди развлечение его чувствами, возводя его к духовному разумению предлежащего. Знак, что ум придался занятию духовными вещами, есть презрение всего услождающего чувства. Ум, устремляясь к созерцанию духовных предметов, имеет оттого неотступную сладость. Когда ум обогатится веденьем единого, тогда все, конечно, порабощенным себе имеет и чувства. Не давай уму своему кружиться по вещам чувственным, чтобы не набрался он свойственных им у тех и печалей. Которых ум всегда занят духовными предметами, у тех и желательная часть души становится божественным оружием. Невозможно уму преисполниться веденьем, если прежде и желательная часть души не украсится свойственными ей добродетелями. Ум тогда делается чуждым мира, когда совершенно отсечет всякое к чувственному чувство. Отличительной чертой разумной части души должно служить упражнение в познании Бога, а желательный — любовь его сдержания. Ум не может всегда занят быть чем-либо чувственным, если никакого к тому не имеется пристрастия. Совершен ум тот, который преисполнен веденье. Душа же совершенно та, которая в добродетелях утвердилась. Склонность ума к чувственному делает его рабом телесных сластей. Подвигается и ум с места веденья, когда желательная часть отодвигается от своих добродетелей. Мы прияли власть чадами Божьими быть, но не бываемыми, если не совлечем со страстей. Никто пусть не думает, что он действительно сделался чадом Божьим, если не стяжал еще в себе божеских черт. Усвоение нравов добрых или худых делает сынами Бога или сатаны. Мудр муж тот, кто внимает себя и спешит очиститься от всякой скверны. Ожесточенная душа, и когда бичует ее, не чувствует, и к благодетелю никакого чувства восприять не может. В нечистую облеченную одежду извергается из брачных чертогов божественных и делается причастником тьмы кромешной. Боящийся Бога радеет о своей душе и от злой участи избавляет себя. Невозможно улучить милость от Бога тому, кто, оставя Его, раболепствует плотским сластям. Иисус Христово есть слово, что никто не может двум господам работать, хотя мы и не хотим верить тому. Душа, осквернившаяся, ожесточается страстьми, и без сечения и прижигания веровать не способна. Огрубелым потребны страшные испытания, ибо без сильных болей они умягчиться не могут. Разумный муж печется о душе своей и посредством произвольных себя мучений избегает непроизвольных мук. Попечение душе, злострадание, подвиги самомерщления и смирение, ради коих Бог прощает все грехи. Как похоть и гнев умножают грехи, так воздержание и смирение изглаждают их. Печаль побозия очищает сердце и от нечистых страстей отдаляет его. Терпение есть трудолюбие души, желание притруждать душу. Где же есть такое трудолюбие, там изгнано сластолюбие. Всякий грех делается для сласти. Всякое же прощение бывает ради злострадания и печали. Непроизвольным болям промышлением Божиим подвергается тот, кто не берется совершать покаяние с болями произвольными. Христос есть Спаситель всего мира, и Он даровал людям покаяние во спасении. Покаяние порождает соблюдение заповедей, а заповедей соблюдения очищает душу. Очищение души и есть освобождение ее от страстей. Освобождение же от страстей рождает любовь к Богу. Душа – чистота, которая любит Бога, а ум – чистот, который освободился от неведения. За заповеди Божии подвязайся даже до смерти, ибо, очистившись через них, внидишь ты в живот. Пользуйся телом, как слугою заповедей, сколько возможно, сохраняя его несластолюбивым и безболезненным, здоровым. Восстание плоти бывает от нерадения в молитве, пасте и безмолвии. Доброе безмолвие добрых рождает чад, любовь, воздержание и молитву чистую. Чтение и молитва очищают ум, любое же его сдержание – желательная часть души. Соблюдая всегда одинаковое воздержание, чтобы через неравность не впасть противное ему. Наложив на себя законные, не изменяй себе, софистически криво истолковывай их потом, ибо кто сим образом отводит себя от них, тот сам себя прельщает, сам себе дьявол. Страстные души – суть мысленные запады, ибо в таковых зашло солнце правды. Сын есть Божий тот, кто уподобился Богу в благости, в мудрости, в силе и правде. Болезнь души – есть злая склонность, смерть же ее – есть грех делом совершенный. Нестержательность духовная – есть совершенное бесстрастие, при коем ум удаляется от всего здешнего. Соблюдай все согласны, добродетели душевные, потому что от всего рождается плод правды. Созерцание мысленных предметов – есть, говорят, бестелесно, как совершенно чуждое вещество и вида. Как четыре стихии не чужды вещества и вида, так не чужды их и составлены из них тела. Слово, соделавшееся по человеколюбию плотью, ни того, чем было, не приложило, ни того, чем сделалось, не изменило. Мы говорим о Боге Сыне, воплотившемся, как то, что Он есть из Божества и Человечества и в Божестве и Человечестве, так и то, что Он есть из двух естеств и в двух естествах. Одно лице исповедуем во Христе при двух естествах, соединенных нераздельно. Единое нераздельное лице во Христе славим, и неслияное единение двух естеств в нем исповедуем. Три ипостасному, единому божества, естеству поклоняемся и единосущную святую троицу богословим. Собственный каждая из трех ипостасей — отцовство, сыновство, исхождение, а общий трем ипостасям — существо, естество, божество, благость. Сотня третий, кое я кростих таков. Злом, собственно, должно почитать не то, что тяготит плоть, а душу очищает, но то, что оскорбляет совесть, а плоть услаждает. О том, кто благ по естеству, благо умствуя, и о всяком человеке доброе помышляя. В день суда должны мы будем дать ответ пред Богом в словах, делах и помышлениях. Навык, доброму или худому, заставляет нас думать, говорить и делать доброе или худое. Ум, одержимый страстьми, помышляет неподобающее. Обнаруживаются же его мысли словами и делами. Худой мысли предшествует страсть, страсти причина чувства, а худого употребления их причина явно есть ум. Заключай чувства, поборай помыслы и оружием заповедей потребляй свои страсти. Зло устаревшее и подвига требует продолжительного, ибо укоренившаяся привычка скоро не сдвигается с места. Продолжительный подвиг в издержании любви при терпении и безмолвии потребляют надлежащую страсть. Чаще воздвигай ум на молитву и разгонишь помыслы, вращающиеся в сердце. Подвижничество требует терпения и мужества, потому что сластолюбие изгоняется не иначе, как долговременным и охотным самоутруждением. Удобно совершишь подвиги подвижничества, если все будешь делать в меру и по правилу. Держи всегда одинаковую меру в подвигах и без крайней нужды не нарушай положенного правила. Как любовь и воздержание очищают помыслы, так созерцание и молитва — всякого взношения воздымающиеся. Совесть чистую соделывает труды подвижнические, именно пост, бдение, терпение, великодушие. Кто благодушно претерпевает удары невольных искушений, тот делается смиренно-мудрым, искусным в духовном и благонадежном. Терпение стоит на душевном желании самоутруждения, состоит же оно в подъятии произвольных трудов и невольных искушений. Благодушное перенесение страшных на праслин рождает незвобие, терпение же до конца искореняет из души все худое. Удары тяжелых случайностей раздирают сердце, и порождаемая тем печаль прогоняет сластолюбие. Есть четыре страсти главнейших, из которых одной против другой премудро пользуется провидение. Ибо сластолюбие уничтожается наведением печали, а похотью вянуть понуждает страх адских мук. Ум благоразумный душу научает духовным деланием, а тело приучает ко всякому телесному подвигу. Ревнуй показать монахам не внешнего только человека, но и внутреннего, через очищение их от страстей. Первое отречение — есть освобождение от вещей, имущество. Второе и третье — есть освобождение от страстей и неведения. Кто захочет удобно отрешиться от вещей, то немалый потребен труд для отрешения от пристрастия к ним. Держащий в руках похоть и с гневом управится, ибо в той причина раздражения гнева. Что же, очистились ли мы от страстных помыслов и вкусили ли вследствие того чистой и невещественной молитвы, или нет еще? Ум велик, если он освободится от страстей, отрешится от всего тварного и в Боге пребудет. Преуспевающий любомудрствует о следующих трех предметах — об исполнении заповедей, опознании догматов и о вере во Святую Троицу. Ум, освободившийся от страстей, вот в чем вращается — в тонких помышлениях, в созерцании твари и в вечном свете. В душах наших скрываются худейшие страсти. Явными же они делаются, когда обличаются дела их. Бывает, что ум невозмущенным себя имеет и малость некую лучи в бесстрастии, но остается неискусным по причине отсутствия вещей или предметов для деятельного упражнения. Страсти приходят в движение от следующих трех вещей. От воспоминаний о предметах их, от довольства и покоя плоти и от чувств, как сказано. Ум, чувствами добре правящий и плоть в порядке устанавливающий, одну только имеет брань — брань с памятью. Через чувства тогда приходят в движение страсти, когда нет воздержания и любви духовной. Умеренный пост, бдение и псалмопение обыкновенно упорядочивают устроение тела. Следующие три вещи явно изменяют на худшее устроение тела, беспорядочность питания, изменение воздухов и прирожение бесов. Страстные памятования умоляются следующим — молитвы, чтением, воздержанием и любовью. Прежде чувства заключи безмолвием, и потом поборай воспоминания оружиями добродетелей. Грех мысленный — есть употребление на зло помыслов, а грех деятельный — есть употребление на зло вещей. Помыслами и вещами злоупотребления есть нечестивое и неправедное обоих их употребление на зло. Предосудительные страсти — суть узы, держащие ум в чувственности. Тот имеет совершенные бесстрастия, у кого нет пристрастия ни к делам и вещам, ни к воспоминанию о них. Душа благая благотворит ближнему, и если встретит неблагодарность, великодушной является к нему, и терпеливо сносит, если что постраждет от него. Помыслы злые — суть сущее зло, и не очистившийся от них не научится истинному ведению. Слушающий Христа святоводит себя, и подражающий Ему исправляет себя. Злопамятство есть проказа души, случается же оно по поводу или бесчестий, или потерь, или подозрительных помыслов. Господь ослепляет ум завистливого за то, что он неправедно печалится о благах ближнего. Душа оклеветливая имеет трехлезвийный язык, ибо уязвляет и себя, и слышащего, и, бывает, что и оклеветываемого. Незлобив, кто искренно молится об оскорбившем, и избавляется от злопамятства, кто не щадит даров ему. Ненависть к ближнему есть смерть души, и вот что имеет, и что причиняет себе душа клеветника. Разленение от вознерадения души, не родит же душа сластолюбием болящее. Любящий Господа Иисуса предается трудам подвижническим, постоянство в же всех трудах прогоняет леность. Душа крепнет от подвижнических трудов и, делая все в меру, отгоняет ленность. Властвующий над чревом иссушает похоть, и блудным помыслом нераболепствует ум его. Ум воздержного храм есть святаго духа, а ум чревоугодника — жилище вранов. Пресыщение рождает похотение разных яств, а голодание сладким делает и один хлеб. Избавляется от зависти, скрытно сострадающий тому, кому завидует, и избавляет от зависти, укрывающий то, чему завидовать можно. Удаляйся от живущего нерадива, хотя имя его и велико у многих. Возимей друга мужа трудолюбивого, и найдешь в нем покров своих погрешений. Нерадивый продал себя многим господам, и как они ведут его, так он и живет. Нерадение, как друг, благоволит к тебе во время мира, а во время искушения, как враг, восстает на тебя. Душу свою полагает оно за тебя прежде восстания страстей, а когда восстанут, твою душу берет тебе. Земля, заброшенная, зарастает терниями, а душа, нерадивая, наполняется страстями нечистыми. Ум разумный обуздывает душу свою, измождает тело и порабощает себе страсти. Видимое движение — суть указания невидимых внутренних, как приносимые плоды указывают, какое древо приносит их. Слова и дела обличают лицемера, как они же обнаруживают и скрытного лжепророка. Ум, обезумевший, не обучает души своей и удаляет ее от любви и воздержания. Причиной непотребных помыслов бывает худой нрав, поддерживаемый тщеславием, гордостью и надмением. Обладаемому указанными страстями свойственны лицемерие и лукавство, равно как злохитрость, насмешливость и непотребнейшая ложь. Такие лица раболепствуют также зависть и рвению, гневу и ярости, печали и злопамятству. Таков путь, живущий в нерадении, и таковые сокровища, сокрытые во мне. Злострадание, строгие подвиги телесные и смирение спасают душу и от указанных выше страстей избавляют ее. Разумного ума признак слова полезные, добрые же души признак дела добрые. Ум просвещенный износит мудрые слова, а душа чистая возделывает божественные помыслы. Помыслы ревностного поучаются при мудрости, и слова его просвещают слышащих. Когда в душу заложены добрые расположения, тогда она возделывает благие помыслы. А когда в ней заложены худые склонности, тогда она поражает помыслы непотребные. Страстная душа есть детелище худых помышлений, и из сокровищницы своей износит она худое. Благое сокровище — добродетельный навык, и ум благий износит из него благое. Ум божественной любовью движимый возделывает благие обои мысли, движимый же самолюбием порождает противное тому. Ум движимый любовью к ближнему непрестанно добрый о нем помышляет, движимый же противным тому предполагает в нем худое. Благих помышлений причина — добродетели, добродетелей — заповеди, а их исполнение — произволение благое. Добродетели и пороки, бывая в душе и отбывая из нее, добре или зле настраивают душу, подбегая ее на помышления, враждебные одни другим. Злых помышлений — причина страсти, страстей — прислушание заповедей, прислушание — прельщение чувствами, прельщение — небрежение ума, охранение чувств. При успевающих добрые расположения могут еще удобно прилагаться на противоположные, а в совершенных расположениях сии бывают неудобопреложны. Сила души — навык в добродетели неудобопреложный, которого достигший говорил «Кто ны разлучит от любви Божией». Предшествует всем страстям самолюбие, после же всех их следует гордость. Три главнейшие страсти греховные порождение свое имеют из страсти самолюбия. Эти три суть — чревоугодие, тщеславие и сребролюбие, из которых исходят все другие страсти. За чревоугодием следует блуд, за тщеславием — гордость, прочие же — за всеми тремя. За всеми тремя последует печаль, гнев, злопамятство, зависть, леность и прочее. Молитва, владыка всех Христе, от всего-сего избави нас, как от пагубных страстей, так и от порождаемых ими помыслов. Тебя ради созданы мы, да в Тебе блаженствуем, быв помещены в раю Тобой насажденным. Нынешние же бесчестия сами мы навлекли на себя блаженному услаждению, предпочетши пагубное. За что сами в себе восприяли мы воздаяние, вместо жизни вечной наследовав смерть. Ныне оба, владыку, как всегда презирал Ты на нас, и до конца презрителем нашим буди, как воплотитесь, а ради нас благоволил, так и спаси всех нас. Ибо спасти нас погибших пришел Ты, не отлучай же нас от части спасаемых. Воскреси души, спаси телеса, очищая нас от всякой скверны. Сокруши узы, обдержащих нас страстей, как сокрушил полчища нечистых бесов. И избави нас от тиранства их, да послужим Тебе единому свету вечному, когда по воскресенье из мертвых с ангелами составим единый блаженный и вечный неразрывный хор. Сотня четвертая. Кои окростих такой. Но молись прилежно Богу нашему, да избавимся от зол и настоящих, и ненастоящих, а только почитаемых таковыми. Кто ум свой отрешил от любления и ласкания плоти, тот животворящим духом умертвил деяние плотское. Не думай отрешиться от склонности к плотскому, если ум твой еще занимается тем, что свойственно плоти. Как плоти свойственно чувство и чувственное, так душе свойствен ум и мысленное. Отвлеки душу от чувств и чувственного, и ум твой пребывать станет в Боге и заниматься предметами духовными. Родственные божеству умные естества, одним умом познаваемые. Чувства же и вещи чувственные, созданные для служения уму. Дослужат тебе чувства и вещи чувственные к духовному созерцанию, а не к удовлетворению похоти плоти. Повелены тебе умертвить деяние плотское, чтобы трудными подвигами воскресить душу, умерщленную с ластьми плотскими. Будь господствуем от Бога, и господствуй над чувствами, и, будучи лучшим, не давай власти над собой тому, что хуже тебя. Бог вечен, беспределен и неограничен, и благо вечное, беспредельное и неизреченное обетовал слушающимся Его. Уму свойственно пребывать в Боге и о Нем умствовать, равно как о Его промышлении и о страшных судах Его. Имеешь власть склониться на то или другое, но будь на стороне лучшего, и починишь себе худшее. Хороши чувства, и хорошо чувственное, как творение благаго Бога, никак, однако ж, не могут идти в сравнении с умом и умственным. Разумное и мысленное естество создал Бог, способным к познанию всего и Его самого, а чувство и чувственное произвел на полезное сему употребление. Как неуместно неключимому рабу подчинять себе благого Господина, так неуместно ум разумный подчинять телу тленному. Ум, не властвующий над чувствами, через них падает в грехи, ибо прельщен, бывая чувственными слостьми, он обычно порождает непотребство. Держа во власти свои чувства, крепко запирай и память, ибо прежде через чувства, полученные впечатления, потом через воспоминания о них снова приводят в движение страсти. Приутруждай тело и чаще молись, и скоро избавишься от предвзятых помыслов. Поучайся непрестанно в словесах божественных, ибо трудолюбное всем упражнение истребляет страсти. Избавляют ум от блуждания по вещам страстным чтение, бдение, молитва и псалмопение. Как весна возбуждает растение к оживлению, так и бесстрастие подвигает ум к познанию сущего. Соблюди заповеди и найдешь покой, возлюби Бога и улучшишь ведение. В приболезненном труде и поте лица осужден ты снидать хлеб ведения. Неродение довело праотца до падения, и вместо утешений райских осудило на смерть. Повелевай и ты своей Еве блюсти с змея, чтобы, прельщина быв от него, не подала на и тебе плода запрещенного. Как по естеству душа же вытворит тело, так душу добродетель и ведение. Мнящий событий мудрым ум есть облако безводное, носимое ветрами тщеславия и гордости. Воздерживаясь от тщеславия, берегись от блуда, чтобы, избегая прелестей, не впасть в бесчастье. Избегая тщеславия, к Богу воззревай, чтобы иначе не впасть в самомнение или блуд. Тщеславию свойственно действовать на показ, а гордости — уничижать других и гневаться. Избегая чревоугодия, блюдис от человека угодия, желтизну лица своего притворно показывать ухитряющегося. Прекрасно пощение, радующийся малоястью и довольствующийся скудоястьем, избегая притом и человека угодия. Постясь до вечера, не наедайся досыта, чтобы не оказаться созидающим опять то, что только что разорил. Воздерживаясь от вина, не пей много и воды, ибо иначе все же ты доставишь материал для блуда. Гордость заставляет отступаться от божественной помощи, на себя надеяться и воздыматься над людьми. Два предлежат врачебные средства против гордости, которыми, если кто не воспользуется, встретит ты нехотя третий, очень жестокая. Гордость прогоняют, молитва со слезами, никого не уничижения и невольной скорби. В разумлении через искушение есть жезл духовный, научающий смиренно мудрю того, кто надымается в неразумии своем. Умное дело не подчиняться помыслу того, кто тайно наговаривает на ближнего. Как огородник, не выпалывающий сорных трав, заглушает через них овощи, так ум, не очищающий помыслов, губит подвижнические труды. Разумен муж, который слушается совета, особенно когда совет предлагается по Богу, духовным отцам. Умерщвленный страстни совет-то и понять не может, и подчиниться духовному наставлению совсем не способен. Неприемлющий совет-то неправыми путями шествует, но всегда носится по стремнинам и пропастям. Монах-ум, отрешившийся от чувственного и помысла сластолюбного, даже и видеть не попускающий. Врач-ум, себя уворочевавший и тем, чем сам уворочевался других врачующий. Взыщи добродетели и затем ревнуй не потерять ее, чтобы не жить с равно и не умереть немилосердно. Господь наш Иисус Христос всем даровал свет, но неверующие Ему сами себя держат во тьме. Не почитай малым лишение добродетели, через это смерть вошла в мир. Послушное исполнение заповедей есть воскресение мертвых, ибо жизнь есть естественное следствие добродетелей. За умерщвлением ума через преступление заповеди необходимой следует и смерть тела. Как Адам, приступив в заповедь, подпал смерти, так Спаситель, послушлив быв, умертвил смерть. Умертви грех, чтобы не воскреснуть мертвым и от смерти малой не перейти в великую. По причине преступления Адамова Спаситель воплотился, чтобы, разрешив клятву, всех воскресить. Из жизни сей в живот вечно переходит тот, кто умертвил страсти и освободился от неведения. Исследовав Писание, найдешь заповеди, а исполнив сказанное, освободишься от страстей. Исполнение заповедей очищает душу, очищение же души делает ее причастной у света. Древо жизни есть познание Бога, которого причастным, сделавшись чистым, пребывает бессмертным. Начало жизни деятельной есть вера во Христа, конец же ее — любовь к Богу. Иисус Христос есть Господь и Бог наш, даровавший нам веру в Него для получения жизни вечной. Он явился нам, соединив Божество с душою и телом, чтобы как Богу избавить от смерти и душу, и тело. Стяжем веру, чтобы прийти в любовь, из кой рождается свет ведения. За стяжанием веры вот что последует — страх Божий, воздержание от сластей, терпение трудов, надежда на Бога, бесстрастие, любовь. Из искренней любви рождается ведение естества. После же него наступит исполнение верха желаний, то есть благодать, богословие. Ум, обуздывающий страсти, всеконечно обуздывает их силою страха Божия, веруя в Бога и в то, чем он угрожал и что обетовал. Кому дарована вера, от того требуется воздержание, которое, утвердившись, рождает терпение, поддерживающая трудолюбивый навык. Признак терпения есть любовь к трудам, на которой, опираясь, ум восприемлет упование, что получит, что обетовано, и избегнет, чем угрожается. Чай не будущих благ соединяет ум с чаемом. Пребывая же в всем сочетании, он забывает о благах настоящих. Бросает настоящее, вкусивши чаемого, ибо тогда он все свое желание передает всему последнему. Будущее благо обетовал сам Бог, которому поверивший вожделевает будущего, как настоящего. Знак того, что ум живет в чаемых благах, есть то, если он старается утвердить в себе совершенные забвения здешних вещей и расширяется в познании благ будущих. Добра истина, кое научает Бог истины, отовсюду удостоверяя в ней боголюбивую душу. Привечный суть и прежде всех веков, и паче ума и слова, благоуготованные наследникам обетования, заделаем себя сообразными с правилами благочестия, чтобы, уклонившись в страсти, не отпасть от упования. Иисус Христос един есть от Святые Троицы, и Его-то сонаследником имеешь быть и ты. Наученный от Бога в ведении сущего, не станет затрудняться в веровании Писанию о том, что в нем предсказано. Дух Святый, находя ум, обнаженным от страстей, сообразно с тем, тайно вводит его в познание уповаемого. Сообразно с очищением ума, душа руководится и к познанию словес божественных. Установивши тело свое в должном чине и в божественном ведении упражняющейся, самым всем ведением все более и более очищается. Ум, начинающий любомудрствовать о божественных вещах от веры, начинает, и потом, среди сих вещей, вращаясь и шествуя, опять в ту же веру достигает, но в высшую. Созерцается, что за началом всего любомудрия последует страх, а к концу его предшествует любовь. Ум, начиная любомудрствовать от веры, внимающей или понимающей, во что верить, достигает в богословие, простирающиеся за пределы всякого ума, которые определяют верою незабываемую, всегда присущую сознанию, неподвижно в нем пребывающую и созерцанием сокровенного. Словеса о Боге святыми и блаженными отцами нашими созерцаются не такими, как бы они были по Нему, соответствовали сущности и величию Его, но такими, кое суть о Нем. О Нем открывают нам сколько-то вместимо для ума нашего. Разумеется же о Нем, то есть о Боге, все слова или положительны, или отрицательны. Так существо, божество, благодать и другое подобное говорятся положительно, а безначальное, беспредельное, невидимое и подобное — отрицательны. По элику единое естество, превыше существ всякого ума и слова, и едино сокровенное божество святые троицы, то все о ней изрекаемое и созерцаемое говорится и созерцается общее. Как едино божество святые троицы веруются, так и три лица единого божества исповедуются. Означенные выше положительные и отрицательные свойства общее прилагаются ко всей святой и единосущной троице, кроме личных свойств, из коих также иные положительные, а иные отрицательные. Личные свойства божественных апостасей — суть отцовства, сыновства, исхождения и другие, собственно, к лицам прилагаемые. Ипостась определяют естество с личными свойствами. Так что каждая ипостась имеет и то, что едино общее естество, и то, что собственные ипостаси. Из общих ко всей святой троице прилагаемых свойств отрицательные почитаются главнейшими, но не так сие относительно свойств личных, ибо из них, как уже сказано, иные суть положительные, а иные отрицательные, как, например, нерожденность и рожденность и подобные. Нерожденность от рожденности отличаются по своему значению, ибо нерожденность означает отца, а рожденность — сына. Речения и наименования употребляются для уяснения того, что созерцается окрест естества Святой Троицы, как сказано, но не в сущности естества, ибо к ней относящиеся недоведомы для ума и неизреченные для слова, а ведомы единой Троицы. Как единое естество Божества именуется трипостасным, так Святая Троица исповедуется единосущной. Отец созерцается и безначальным, и началом. Безначальным — яко нерожденный, а началом — яко родитель сына и изводитель Духа Святаго, кое вечно из него и в нем суть. Единица до Троицы движес пребывает единицею, и Троица до единицы сводясь пребывает Троицею. Сие дивно есть. Сын и Дух Святые исповедуются не безначальными, однако же вечными. Не безначальными, яко к началу источнику, относимые к Отцу, а вечными, яко от вечности, один рожденно, а другой исходно, сущее с Отцом. Нераздельным едино Божество Троицы всегда верно созерцается, и не слиянными три ипостаси единого Божества всегда верно исповедуются. Личные свойства — суть Отца — нерожденность, Сына — рожденность, Духа Святаго — исходность. Начало Сына и Духа Святаго исповедуется безвременным, ибо как из Солнца и в Солнце свет, так и они из вечного и в вечном вечно имеют существование. Личные свойства ипостаси неподвижными и неизменными всегда созерцаются, а общее естество или Божество — нераздельным. Единицу в Троице и Троицу в Единице исповедуема, как нераздельно разделяемую и раздельно соединяема. Едино начало в Божестве созерцается Отец, начало Сына и Духа, як родитель и источник их вечный, совечных, беспредельный, собеспредельных. И три сии единосущны суть и нераздельны. Твари же всех творец, промыслитель и судья, есть три ипостасный Бог, Отец через Сына во Святом Духе, ибо говорится, что из того и тем и в Нем всяческое. Тому слава вовеки. Аминь. Со вечными Отцу исповедуем Сына и Духа Святаго, и со безначальными, яко вечные и безначальные, имеющие из Него и в Нем свое существование и начало. Они вечно с Отцем и в Отце, и Отец вечно с ними. Не было момента, когда бы Отец был без них, и они без Него. Таков образ бытия единого естеством и три ипостасного в лицах Бога. Коему слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok